так ну все вроде бы съемка пошла опа я попаду в кадр здравствуйте уже до началось наш очередная съемка втянуть живот планета дзюдо снова в эфире роман карасик и владислав макаров здравствуйте у нас есть человек невидимка мало того невидимка так все и не говорил то есть и есть еще есть и есть мы попросили задать тему задать тему что-то не идет но у нас есть тема как это а и что и что роль не идет а вы логику поступков гриба проследили это сложную тему да а роль не идет ладно вот тема это тема которую нам предложили в городе казань казань юля передаем привет юли причем она так быстро предложила прям даже вот ты помнишь лаккен да декларируй давай ты называй итак тема ну первое слово тебе а я не помню маркетинг нужно ли продавать душ вот такая тема мы ее сейчас долго к ней под подходили до хорошая потому что маркетинг сейчас это кругом один маркетинг нам надо понять что такое маркетинг такое нужно что такое ли то такое продавать и что такое душа пусто мы сейчас эти все слова разберем нужно ли да на атомы попробуем да давай маркетинг вот маркетинг это набор инструментов для продвижения продукции или услуги моем понимании может быть у алисы надо спросить так твоем моем понимании маркетинг маркет слова перевод означает рынок то есть это значит какие-то рыночные взаимоотношения то есть опять-таки связано что-то с финансами с какими-то получением какой-то выгоды дальше нужно нужно вот нужно и должен мне вообще не нравится потому что что тебе нужно то легко да как ты говоришь я не говорю ты не сваливай а на кого кому белком ну так нужно и должно тебе не нравится а я тут вот что недавно буквально вчера узнал что слово должен обязательно должно быть в обиходе человека она определяет его уровень нравственности нет не должен ответственность определяет а не должен ну я бы по слову должен это означает нравственность и ответственность человек да нет хорошо Влад говорит нет но я говорю так но мы не подеремся поборемся так по поводу нужно ли продавать душу маркетинг но нужно ли вот нужно нужно от слова нужда скажем так а мы пропагандируем пропагандируем философию изобилия правильно да даже если грызем в сушку хорошо поэтому слово нужно сейчас поясню сформулируем мысль что если тебе я смотрю снимает на скайпах снимает да ну ты делаешь не заостряю внимание пойти не пойти то есть вот нужно у нас просто зрители это плюс камера а то я всегда волнуйся если это нужно то это легко правильно был как у нас если это нужно то это легко значит маркетинг это если трудно нужно как бы маркетинг разобрались нужно разобрались да душа теперь отмерть да продавать а продавать продавать а отлично хорошее слово продавать но мы живем в таком мире где все неоднозначно скажем так что есть белое и черное поэтому слово продавать оно зависит от контекста скажем так это иногда хорошо продавать а иногда это плохо ну а теперь мы возвращаемся в общем да маркетинг нужно ли продавать душу то есть конкретно тебе уже поставлена задача ты думаешь а юля ты не спросили мы да она она просто тему закинула нам и мы скинем информацию и пусть она нам ответит итог душа сложный вопрос если она да ну душа это что-то нематериальное из мира нематериального ощутить и понять практически невозможно то на мой взгляд кто скажет что там ее нет то ее нет но почему она болит заблуждаться и кто скажет что она есть он также может заблуждаться опять неоднозначно поэтому вопрос нужно ли продавать душу он достаточно такой некорректный то есть продавать то чего нету для некоторых или потом продавать то что есть должен для некоторых то есть ну душа это некий получается товар да то есть нужно ли продавать mim я скажу это во другом контексте нужно ли когда ты делаешь маркетинг идти на сделку совестью я вот в этом контексте так и что ну что можно как допустим ты заработал рубль а вреда нанес на три рубля вопрос теперь к нашей теме можно следить на босс единоборство боевое искусство здоровье сберегающей технологии или вид спорта или вид боевого искусства или вид бизнеса да вот ты можешь что сделать ты можешь заявить что ты пропагандируешь реальное айкидо боевое искусство ну какой да да и нанести вред но люди поверят тебе это да да и разочаруются разочаруются получается ты продал нет но они же верили до какого-то значит это было для них истины я не про это мы же говорим здоровье сберегающий то есть мы же тур тур у нас был до по городам и мочем всем столкнулись что люди готовятся к войне пока не готовились сами уже разрушить ну поединку там чему-то то есть его еще не было они уже себе вред колоссальный месяц вот матч он говорит то есть все смотрят и мама бои там наши ролики меня как не заходят потому что крови нет агрессии нет еще там чего-то нету там такого поэтому вот если есть насколько ты вот занимаешься и потом сохранишь вот это здоровье вот насколько вот здоровье она ценность потому что у меня был день рождения ты меня поздравил да но мысленно вот и все желали здоровья потому что здоровье первичное поэтому в контексте единоборств мы как здоровье сберегающий но опять не здоровье отнимающий не как не у противника так и не у себя ну оппонент получается что даже нам достаточно сложно настоящий момент донести донести мысли даже или раскрыть вот этот вопрос нужно ли продавать дух то есть если мы полностью следуем вот этому принципу а может ты сам веришь вот пропагандируешь как это фанатики ну крайности а я не пропагандирую я для себя ты решил просто я делюсь своими мыслями я же не хочу никому сказать что делайте его так и по будь вам счастья да и будет уху счастье да был бы один метод был бы он а я не говорю я одного метода нету я просто говорю что попробуйте ощутить проверьте если вам это подойдет если вы увидите то больше мы говорили вот допустим ну как бы любая вещь имеет качество соединяясь с другой вещью она может передавать одна вещь другой вещи может передавать некие свои качества ну допустим мы берем шерсть она передает некое качество другому предмету согревали или допустим защищая там от солнечных лучей вот какие-то качества перед также боевые искусства они имеют несколько качеств которые ну вот качество здоровья сбережения не воспринимается и даже вопрос о том что там нужно ли продавать них продавая душу или продавай как ты говоришь вот это там сорт давай душа и мне на ум сейчас пришло вкладывать душу в дело ну мы пока по про продажу они про вклады но продажи это же тоже там какая-то твоя работа допустим там твой вклад и ты должен продавать это все с душой скажем так вкладывать в это не просто а вот смотри да ты сейчас правильно смотри меня сейчас мысли продавать с душой да что-то с душой да да с любовью с любовью а что такое любовь конечно мы с тобой обсуждали любовь это самопожертвование вот моя такая мысль это не не моя мысль а я слышал одного человека понятие слова любви любовь это когда ты готов отдать свою жизнь ради чего то есть ты полностью себя растворяешь ну примеров тому много если взять такой активный пример это вот известный исторический персонаж допустим иисус он отдал свою жизнь он полностью он сказал я люблю всех и отдаю свою жизнь он растворился вот в любовь это как ты видишь вот это и есть самое пожертвование полное но но делать с любовью тоже хорошо пусть даже и маркетинг а тогда получается ты сама пожертвуешься и получается если вот к вопросу нужно ли продавать душу ты продаешь душу ты сама пожертвуешься ты делаешь это с любовью с душой контекст и ты исчезаешь а тогда получается где маркетинг выгода какая какая где выгода есть вторичные выгоды есть первичные выгоды можно как покопаться то здесь выгода маркетинг а пусть каждый для себя этот вопрос ищет ответ потому что мне понравилось какое если вопрос сформулирован четко то он уже на 80 90 процентов содержит себя ответ ну каждый для себя понятному сейчас будет то есть юля нам дала некую зацепку мы начали ее сейчас вот с тобой исследовать до своими опытом которые у нас есть и кто-то там увидел нас он подумает час над этим ну вот мне нравится делать с любовью хорошо делать все вообще просто как просто нравится а вот смотри я такую мы сейчас хочу сказать по поводу боевых искусств конкретно дзюдо все дзюдо воспринимают как средство а дзюдо это не средство но до пути же дзюдо это принцип и получается так что принцип нельзя использовать как средство принцип это не что это что-то что-то такое что нельзя как бы взять это не материально но что что-то средство то есть дзюдо это принцип эффективной жизни а что что-то средство средство которое дает возможность а средства это уже искусство какие-то искусства которыми мы владеем я возвращаюсь к вопросу допустим принципы средства кана кстати в конце своей жизни он так сказал что дзюдо это принцип жизни никакого но сегодня дзюдо это говорят как олимпийский вид спорта но мы опять что она много граны хочешь спортивную часть выбирая иди по этому пути не ограничивай себя не может быть истина очень дзюно как истина 1 не может быть 10 истин грани это нет истина 1 не может быть у истин не могут быть грани тогда и кого может быть грани а у дзюдо нет у тебя тоже не могут быть грани истина 1 и я с этим соглашусь не я это придумал я в книжке вычитал по телевизору по телевизору не говорят и получается так что если мы находимся в рыночных условиях так называемый маркетинг где главенствуют финансовая составляющая любая там то есть товар деньги товар там какую-то то здесь конечно же вопрос сам собой отпадает никакого вот нужно ли продавать душ здесь вообще не нет смысла говорить о душе в маркетинге в так называемом обустройстве мира где есть вот эта система продаж каких-то нету слова душа есть слово душа или как ты будешь совесть или как ты лишь нравственность там или еще что-то когда это все происходит как говорила сова в известном мультике без воздмездно вот это моя точка зрения она может не совпадать с мнений большинство они молчаливые свидетели солнышки поэтому что мы делаем солнце светит она делает это даром без возмездно ну что сделал человек он взял энергию эту перерабатывает и продает а человек взял поставил эти эти и продает это все удобно буду поэтому ищите а мы пойдем греться у нас не очень длинная короткая беседа но потому что какой вопрос такой ответ мы не знаем на него ответ ну вот а можно же признать вот это да вот сидеть цены на ясне а я тебе сказал я не с умным лицом я тебе сказал мою точку зрения вот она сейчас я могу еще раз ее повторить давай будет повторение мать ученик сказал в мире сегодняшнем допустим или во взаимоотношении людей где существует вопрос деньги товар до вопросов который звучит как маркетинг стоит ли продавать душ или нужно ли продавать душу не актуален закрыли тему согласен другой бы спорил дорог нет люди ждут какой-то не знаю там как помнишь этом студии там кипяток в лицо драк вот она была бы миллион просмотров сразу может подъем друг друга веником и тогда будет полезно вот ты говоришь а мы же не гонимся ты же сам рекламу отключил здесь где ну не там в ютубе правильно потому что все безвозмездно а говорят а что даром то не ценится то не ценится но я думаю ценится но только кто понимает эту ценность кто вышел из этого круга маркетинга кто вышел из круга маркетинга за понимающих людей да я бы остановилась больше такая наша небольшая дискуссия с владиславом макаров и нашими зрителями нашими зрителями которые нас слушают сейчас и потом увидят нас вот ну и следуйте смотрите а мы с вами прощаемся до новых встреч так мы не смогли